То, что я сегодня буду представлять, не обязательно отражает взгляды и подходы правительства США и мои организации. Я уже заместитель помощника по Беларуси и другим странам, можно так даже сказать. Сегодня я хотел бы сконцентрироваться на внешнеторговой политике и что происходит за последние голы. Сначала посмотрим на глобальное соглашение, на ВТО, и Беларусь хочет присоединиться к ВТО, а затем на региональное соглашение, Евразийский экономический союз. Для дальней аудитории не должна, наверное, пояснять преимущества торговли, внешней торговли, поэтому можно пропустить. Я хочу вкратце рассказать о ВТО, потому что многие, я думаю, знают, что это такое. Это единая глобальная организация, которая осуществляет и разрабатывает правила торговли между разными странами. Сейчас разные страны и таможенные территории являются членами ВТО, и это более 95% глобальной торговли. Каждая страна члена в ВТО имеет один голос, то есть один член, один голос. Решения принимаются консенсусом, то есть большие страны не могут как-то там что-то продвигать, всегда достигается консенсус, важно, чтобы все согласны были с тем или иным решением. Основная задача ВТО – помочь производителям товаров и услуг, экспортерам и импортерам провести свой бизнес на межурной арене. Преимущества членства ВТО, их множество, и Маркус уже днем говорил о них. Будучи членом ВТО, гарантирует вам доступ к рынкам других стран-членов, основываясь на принципе наибольшего благоприятствования и одинакового подхода в торговле товарами и услугами. То есть это означает, что импорт рассматривается как внутренние товары или услуги, и режим наибольшего благоприятствования означает, что импорт от одного страна членов рассматривается как импорт из другой страны члена. То есть здесь мы не отдаем предпочтение каким-то странам. И страны-члены интегрированы в глобальный рынок на основании одинаковых правил. Вот это единое правило игры очень важны в рамках нашей глобальной взаимосвязанной экономикой. И все получают одинаковые условия. Важно знать, конечно же, какие правила. ВТО создавает базовые правила, которые должны следовать все страны-члены. Страны-члены также принимают участие в разработке глобальных правил торговли. И еще одно преимущество – это доступ к механизму разрешения споров, подачи каких-то апелляций или разрешения вопросов. На ежедневной основе, то есть избежание торговых войн были так называемые куриные войны, по куриному мясу и другие торговые войны между странами. И выгода ВТО заключается в том, что можно на техническом уровне все эти проблемы решить, обсудить, прежде чем получится так, что осуществляется непоставка каких-то продуктов питания. Многие страны использовали процесс вступления в ВТО как способ модернизации и рационализации своей экономики для того, чтобы создать более лучшие условия для внутреннего экономического роста. Принятие правил ВТО в внедрениях в правовой режим страны-члена, в частности Беларуси, поможет обеспечить прозрачность, предсказуемость и не дискриминацию торгового режима и коммерческих отношений Беларуси с ее торговыми партнерами. Давайте затронем вопрос выгод, который касается непосредственно Беларуси. С экономической точки зрения, это доступ на рынки для белорусского экспорта товаров и услуг, и их доступа на другие рынки. В недавнем отчете Всемирного банка Всемирный Мак говорит, что способность продавать полностью на конкурентной основе на глобальных рынках, то есть это Всемирный банк, они знают, о чем говорят. И согласно Всемирному банку, потребительские товары для Беларуси являются важной. Категория экспорта очень важна. Соответственно, членство ВТО обеспечивает, что страны не смогут отказывать в покупке белорусских товаров и в доступе на рынок. Еще одна важная сфера для Беларуси – это сектор информационных технологий. Беларусь обладает достаточно сильным человеческим потенциалом в этой сфере, и членство ВТО даст белорусским специалистам, IT-специалистам и продуктам доступ на другие рынки. Еще одна сфера – это принятие международных технических стандартов, фитосанитарных и санитарных стандартов, что, опять же, упрощает доступ белорусским продуктам на глобальные рынки. И необходимо диверсифицировать экспорт и иметь доступ на абсолютно разные рынки. Открытие белорусского рынка тоже может стимулировать рост бизнеса и повышение эффективности экономики. Снижение тарифных и нетарифных барьеров на границе в контексте вступления в ВТО может привести к снижению цен, повышению качества и лучшему выбору товаров. Для работников, компаний, потребителей Беларуси это поможет белорусским фермерам и предприятиям стать более качественными. Что еще важно, что многие страны, производители, они боятся открытия рынка, этой повышенной конкуренции, но по сути конкуренция может привести к снижению цен, улучшению качества, выбора товаров. И это побуждает внутренние компании и компании страны быть более эффективными. Например, больше доступ к оборудованию и IT-оборудованию поставит производителей отечественных и международных на основу разработки самого современного оборудования. Есть и более широкие системные выгоды от членства ВТО и присоединения, самого процесса присоединения, кроме просто открытия торговых рынков. Допустим, это продвижение верховенства закона, потому что принимаются правила ВТО, и Беларусь может модернизировать и упорядочить свое законодательство в соответствии с международными стандартами в сфере таможни, телекоммуникации, финансов и других сферах. В рамках этого процесса Беларусь может принять базовые правила, которые другие страны вырабатывали в течение многих лет, и которые уже признаны передовыми правилами международной торговли. Это повышение прозрачности. Правила ВТО требуют опубликования правил, которые влияют на торговлю товарами и услугами. В некоторых случаях требуется публикация заранее, до принятия и внедрения этих правил. И что дает промышленности и другим торговым партнерам возможность поучаствовать в процессе принятия и формирования этих правил. То есть вот эта повышенная прозрачность помогает компаниям получить доступ к информации и расширить свою торговую деятельность. Этот процесс помогает наладить инвестиционный климат, членство ВТО. Это своего рода такая печать качества для страны. Прозрачность, опять же, предсказуемость и верховенство закона. Это очень важные вещи, как я уже говорил, и Беларусь может извлечь из этого выгоду. Так как у нас ограничено время, в марте президент сказал, что он хочет активизировать этот весь процесс. Мы с нашими коллегами в белорусском правительстве будем работать над тем, чтобы действительно этот процесс продвигать вперед. Хочу поговорить о глобальной торговой системе, что станет белорусским будущим очень скоро. Какой произошел переход, это вступление в Евразийский экономический союз. Растет количество региональных торговых соглашений по всему миру. И, естественно, ВТО позволяет заключать такие региональные соглашения, но планка устанавливается очень высоко. То есть региональные соглашения предполагают определенные условия. Многие страны даже идут дальше, они видят преимущество этой интеграции и обеспечения справедливости торговли. Потому что это не только тарифы, это другие нормативные системы и правила. Соответственно, страны выходят даже за рамки ВТО. И это вопрос, который у меня есть касательно Евразийского экономического союза. Он либерализует торговлю? Готов ли он двигаться дальше? Внешнюю и внутреннюю торговлю? Поддерживает ли он прозрачность и верховенство закона? И вносит ли он вклад в экономическое развитие стран-членов ЕАЭС? Давайте несколько поразмышляем. Конечно, понятно, что есть сильное влияние ВТО в рамках Евразийского экономического союза. Четыре из пяти членов являются членами ЕАЭС и ВТО, и мы надеемся, что скоро это будет пять из пяти. В ходе вступления Казахстана и России в ВТО мы тесно с ними сотрудничали, сотрудничали с коллегами из ЕАЭС, чтобы обеспечить правовую структуру ЕАЭС, соответствующую ВТО. И есть договор между странами-членами, согласно которыми все страны-члены ЕАЭС должны следовать тем обязательствам, которые страны взяли на себя в рамках ВТО. То есть, по сути, Беларусь должна сейчас взять на себя те обязанности, которые имеют члены ВТО, но она не может иметь и пользоваться преимуществами в части своего экспорта, например. И еще один вопрос — это либерализация торговли. Пока я не уверен, что у ЕАЭС есть хорошие, скажем так, отметки по этому критерию, хорошие баллы. Экономический союз принял российские тарифные принципы. В результате многие стран-члены должны были повышать свои тарифы. В 2014 году Всемирный банк просчитал средневзвешенные тарифы. Для Армении он был 2,4%, для Беларуси 2,2%, для Казахстана 3,3%, для Кыргызской республики 2,3% средний взвешенный тариф. В России 4,9%, а все страны должны были подтянуться до уровня России, то есть поднять свои тарифы. И российские тарифы, и тарифная политика как раз отражают и промышленную политику. Поэтому вот этот единый торговый тариф, он либерализует ли торговлю или либерализует торговлю на выгоду России? Есть и протекционистские меры в Евразийском экономическом союзе. Еще один критерий – это прозрачность. Евразийский экономический союз достаточно хорошие результаты показал. У них хороший сайт. Сайт обновляется. Больше на русском языке, конечно, меньше степени на английском. Отчеты, заседания, правовые документы публикуются на сайте. Участники комиссии делают презентации. Мы видим положительные знаки со стороны официальных чиновников Евразийской экономической комиссии. Они хотят принимать международные стандарты, и действительно, это положительный знак со стороны ЕС. Продвижение верховенства закона пока не уверено, насколько здесь все хорошо. Не уверено, что правила создаются и потом следуются всеми странами-членами. Допустим, запрет на транзит товаров через Украину – это не соответствует правилам Евразийского союза по транзиту. Единовременно Россия ввела запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из ряда стран. И вот эти односторонние меры длятся более шести месяцев, которые установлены приложением 7 к соглашению о ЕС. Другие страны-члены ЕС, они не следовали этому. Беларусь продолжает следовать старым правилам и разрешает транзит через свою территорию на территории других стран. Продвижение роста для всех стран-членов. Как же здесь ведет себя ЕС? Количественные данные. У нас слишком еще малые временные ряды. Чтобы проанализировать качественные данные, опять же, внешний тариф основан на российской промышленной политике, то есть защищает российские чувствительные отрасли промышленности. Конечно, может быть определенная выгода от создания какой-то конкуренции между странами-членами, чтобы они были своего рода порталом в Евразийский экономический союз. То есть если компания хочет организовать производство, где они организуют производство, в какой из пяти стран-членов, тогда было бы интересно. Но есть определенные проблемы с торговлей между странами-членами. Торговля еще не полностью свободна между странами-членами ЕС. У Казахстана есть барьеры в отношении картофеля из Кыргызстана. Торговля молочной продукцией между Беларусью и Россией не всегда свободна. То есть, по сути, мне кажется, что есть еще над чем поработать странам между собой в рамках таможенного союза, что сделает эти страны более привлекательными рынками для иностранных инвестиций. И в целом, вот два изменения, которые произошли, и переговоры по вступлению в ВТО. Это отличный сигнал двигаться вперед к либерализации торговли, к созданию единых условий, принятие положения в ВТО и либерализация тарифов. Это поддерживает экономические реформы и принятие международных стандартов, а также полную интеграцию в международные рынки, что пойдет на пользу Беларуси. Еще путь предстоит пройти Европейский экономическому союзу, но на основании принципов ВТО. И мне кажется, что как только Беларусь вступит в ВТО, или даже перед этим они должны использовать свои возможности для того, чтобы продвигать какие-то идеи, политики, либеральной, свободной торговли, предсказуемости, прозрачности, верховенства закона, чтобы весь Евразийский экономический союз соответствовал этими принципами. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует...